Вечная молодость в картинах запорожского художника. В свои 88 Анатолий Фомин полон энергии и подтверждает это персональной выставкой. Залы галереи едва уместили все, что автор натворил за последние три года. Заодно мастер рассказал зрителям, как сохранить любовь к жизни, несмотря на годы. Друзья и ученики художника Анатолия Фомина знают. И в почетном возрасте мастер не теряет молодого запала, а его энергии можно только позавидовать. Не проходит ни дня, чтобы он не взял в руки кисть. Это человек, у которого очень много можно научиться. И вставлено в творчестве, вставлено в жизни. А за жизнь Анатолий Никифорович увидел немало. Пережил войну и на себе испытал ужасы концлагерей. Однако невзгоды его работ не коснулись. Зрители отмечают, полотна переливаются цветом, и из них прямо плещет позитив. Секрет такого жизнерадостного искусства, как все гениальное, прост. Надо так писать, чтобы оно отдавало тепло человеку. Не надо быть злым, не надо быть завистливым. Это очень страшная вещь, которая убивает не только человека, но и художника. Хотя художник тоже немножко человек. Эти жизненные премудрости мастер передал и своей дочери. Юлия признается, другого выбора, как стать художницей, у нее не было. Ведь с детства жила в творческой атмосфере. Отец ездил на этюды, он таскал меня за собой. Я все время ездила с ним. Мне повезло. Я выросла среди прекрасных людей. Среди людей, которые служили искусству, они добывали свою гениальность. В своей 88 Анатолий Фомин не только продолжает заниматься любимым делом, но и сохраняет чувство юмора. Для начинающих живописцев у него припасен такой совет. Не надо выдумывать, не надо заглядывать в журналы. Как говорится, этот художник работает с огоньком. Это с журналом огонек. Знатоки сравнивают Фомина с французскими импрессионистами. Как говорит сам автор, своим мастерством обязан старой школе запорожской живописи. В галерее уверены, его работы должны увидеть все, кто считает себя настоящим ценителем искусства. Субтитры создавал DimaTorzok